Друзья, вы у меня спрашивали не один раз, а были ли такие предметы, с которыми тебе было сложно расставаться? И вот как раз сейчас я вам покажу предмет, на котором я, несмотря на то, что заработал 50 тысяч, но мне с ним было сложно расстаться. Поехали смотреть. Сертина Хрома Олимпик. Очень интересные часы производства Швейцарии 1970 года. Смотрите, какие они яркие, красивые, да? Часы, хронограф. Вот так они заводятся. Старт. И начинают работать все накопители. Секундная стрелка пошла. Здесь будет считать. Красная стрелка еще будет считать минуты. И часы считает вот эта нижняя стрелочка. Плюс дополнительно голубые стрелки показывают время. Смотрите, обязательно фирменная головка. Заводной ключ часов, да? Браслет. Сейчас покажу, как часы выглядят на руке. Довольно-таки массивные. Массивные. 40 миллиметров. И вот так. 44 миллиметра. Массивные тяжелые часы. Все фирменные часы. Часы очень увесистые. Мне они очень нравились. Но. Это мой бизнес, друзья. Поэтому часы приходится продавать. Верхняя кнопка. Видите, уже красный накопитель пошел считать минуты. Верхняя кнопка останавливает. И также запускает опять. Отсчет времени. Если остановить. То нижней кнопкой можно просто сбросить. Есть одна небольшая проблема, которую я сейчас устраню. Поеду к часовщику и он это устранит. Белая стрелка, видите, не становится на ноль. Видите, да? Сейчас я при помощи штангеля. Открою заднюю крышку. И покажу вам. Механизм часов. Для этого есть специальные ключи. Но что-то я его не нашел. Поэтому аккуратненько можно открыть. Штангелем. Не повредив и не поцарапал заднюю крышку. Смотрите, какой шикарный механизм. Как бы это был не 64-й год. Насколько я читал, вообще это 70-й год часы. Сейчас попробую увеличить. И показать, что происходит, когда мы запускаем секундомер. Этой же кнопкой останавливаем. И вот этой сбрасываем на ноль. Ещё раз запускаем. Видите, зашевелились тут колёса. Останавливаем. Останавливаем. И сбрасываем. Смотрите, одна интересная особенность этих часов. Если мы их вот так развернём. Баланс находится сверху. Видите, там номер 728 и логотип. Все надписи всегда должны чётко читаться. И каждая должна быть на своём месте. Купил я данные часы порядка 8 месяцев назад за 350 долларов. Потом обратил внимание на то, что помимо, что это хронограф, он ещё выглядит очень ярко. И меня заинтересовало, что с этими часами надо подробно разобраться. Что они могут стоить гораздо дороже. После того, как я разобрался, я понял, что это редкий экземпляр марки Сортино. Сама надпись говорит Хрона Олимпик. Модель, точнее, часов, да? Сейчас посмотрим, за сколько я их продал спустя 8 месяцев. Вот у нас Ebay. Сегодня они были проданы. И уже оплачены. Видите, да? 2950 долларов. Очень интересные часы, как по мне. Видите, фотографии должны делаться качественные и подробные. Чтобы у человека перед покупкой не возникало никаких дополнительных вопросов. Чтобы он просто сразу взял и нажал «Bite Now». поеду к часовщику, поправлю сейчас стрелку. Перед тем, как поеду к часовщику, заеду, куплю коробочку какую-нибудь хорошую, чтобы отправить часы. Чтобы жесткая была коробочка. Чтобы не было никаких проблем при доставке почтой. Часы-то все-таки не дешевые. Видите, сколько по времени добираюсь до часовщика? На копителе он уже набрали определенное количество времени. Наконец-то часовщик идет. А вы можете посмотреть на часы, сколько по накопителям они набрали времени, сколько я ехал до часовщика. Сейчас мы его пустим в машину. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Доброе утро. Занесло аж на Лукьяновку. Настройка моих часов. Пока ждем, покажу вам карусель для автоподзавода часов. Вы такую видели когда-то? Вот, друзья, главное знать правильного человека, к которому обратиться. То, что не смог сделать Дима, допустим. Он знает, к кому обратиться. Он привез меня. Мы сделали, пока попили кофе. Вот они мои часы, которые уже полностью отремонтированы. И стоило это всего мне 100 гривен. Но я, конечно же, дал знак уважения 200. Видите, да? Секундная стрелочка белая уже стоит на том месте, где ей положено стоять. Вот он, смотрите, вырез уже готов. Вот так сюда вкладывается. И уже часики заподлицо. Коробочка закрывается. Прижимается. И все это дополнительно упакуется. Это жесткая коробка лишь для того, чтобы ничего не повредить. Если понравились часы, а часы, наверное, просто не могут не понравиться, ставьте лайки, пишите комментарии. Часики огонь. Это, наверное, первые часы, с которыми мне тяжело расставаться. Очень красивые. Больше, может, даже никогда не встречу такие часы. Пока. До новых встреч, друзья. Друзья, если вам нравится торговать, но вы не торгуете на ebay, не знаю, по каким причинам, но до сих пор не торгуете, и хотите торговать и зарабатывать так же, внизу, в описании под видео, всегда есть ссылочка на группу, в которой я обучаю торговать на ebay. Поэтому присоединяйтесь, и вы будете зарабатывать так же. А сейчас, всем пока!